Приветствую подписчиков и гостей канала походный оптимист сегодня я снова в своей лачуге пришел достраивать баню из валежника я нахожусь уже на завершающем этапе до нового года осталось всего пару недель а я очень хочу до 31 декабря успеть попариться в новой лесной баньки на сегодня у нас задачи интересные по крайней мере я давно уже думал о том что сегодня буду делать а делать мы будем дверь путем распускания бревна на доске только не бензопилой а топором в этот раз придя в лачугу я не обнаружил никаких следов лишних снежок был на днях поэтому если бы кто-то приходил это было бы сразу заметно вот в каком состоянии сейчас находится банька прощался я с ней ночью поэтому наверное было плохо видно я грубо завернул тент прямо под бревна хочу обрезать его ровненько сверху для того чтобы ну не не было видно тента сверху все присыпет снегом а здесь будут таскать торчать бревна и клеенчатый вид не будет портить лесную баньку с полом тоже все в порядке пока вот он так выглядит немного нерястливо но когда щели просыпется мусор земля мусор имеют органический они станут такие же прямые как и в моей землянки в лесу с этим я даже не сомневаюсь этот метод уже испытанную я им доволен так ну а дверь я хочу сделать полностью из самодельных досок мы сегодня возьмем с вами бревно расколем его на несколько частей то есть не просто пополам чтобы были полукругляки а я хочу расколоть его прямо на плоские доски то есть их нужно будет не так уж и много здесь около четырех штук то есть по сути может быть два-три бревна всего придется расколоть для того чтобы наша дверь была готова закрепляем дверь и делаем внутри лежак полок или как его ни назови чтобы можно было сидеть и париться несмотря на то что денек солнечный довольно прохладно я поставил градусник уже минус 14 и 9 с температура на улице я думаю что ночью может опуститься еще ниже поэтому печка любом случае нужно у меня замерзает все камера замерзает даже так ну что печка затоплена не будем тратить времени пойдемте искать подходящее бревно меряем высоту вот хочу прям до сюда и пойдемте найдем подходящая бревнышко желательно найти его без сучков без веток какой-то у какую-то такую нижнюю ствола чтобы при том как я буду его раскалывать как можно меньше факторов не мешало по крайней мере первые разы я не знаю как получится мне не получится вообще ну вот вроде неплохой ствол и толстый без сучков крайне мере на первый взгляд давайте померяем длину мне кажется она тухловато как-то гниловато вот видите сердцевина а вокруг уже все начало гнить но я думаю что мы все равно его заберем на дрова вот вроде получше лежит за счет того что она лежит на другом дереве она видимо не касалась земли и так не гнило давайте сейчас коммерс пилил посмотрим насколько она там внутри все целое ну это конечно тоже вот сверху видите где трещина туда заходила влага и здесь все гнило поэтому а дальше вроде нормально но это не проблема я думаю что можно будет его начать с такого бревна по крайней мере по трещине уже удобно будет раскалывать давайте отмерим нужную длину вот здесь уже не гнилое и давайте сразу второе еще кстати одно замечание к этой пиле это конечно может быть уже мой косяк но почему-то когда я пилю вот этой лучковой пилой у меня срез идет не ровно а как бы немного в сторону вот так вот уходит у меня пила вниз но здесь это не принципиально какие отличные стволы отличные бревна еще я подготовил угол таких вот поленца тубовых это тоже валежник но видно что еще гнить не начал прям чуточку только сердцевина хорошая из этих двух поленцев я сделаю клины сейчас клинья которыми буду раскалывать вот эти вот бревна я чуть здесь неудобно не полениться и пенек спилить сюда для работы вот какая текстура у дуба очень тяжело его строгать ну вот два вот таких вот клина у меня получилось они кстати вполне такие остренькие в щелочку должны зайти как следует ну какие и очень прочные внутри очень такая древесина прочная даже топором было строгать непросто надо подкинуть дров в печку и пенек ушел в топку ну и ладно за это время у меня здесь уже плюс 8 градусов конечно не во всех местах я думаю здесь температура одинакова но в любом случае плюс 8 это намного лучше чем минус 15 для вещей мне как-то к большому счету нет разницы я работаю на улице мне не холодно я одет даже легко у меня под легкой курткой только верхушка термобелья я когда иду к своему месту к землянке либо лачуге либо работаю возле нее я всегда очень легко одет чтобы не вспотеть а к вечеру я одену пододену еще фриску думаю будет нормально щели конечно здесь полным полно ну что-то мне пока даже не хочется этим заниматься пока баню не доделаю не буду здесь наверное ничего трогать а то все равно у меня есть такие мысли здесь все переделать прям разобрать полностью и сделать по такому же типу как баня сделана ну что приступим в общем в одном из бревен уже есть трещина я думаю что она сыграет мне на руку вот она идет прямо через весь ствол можно попробовать сейчас эту трещину через нее и расколоть все бревну вот собственно смотри-ка даже клинья не понадобилась а нет давайте клинышки все-таки забьем слушайте ну как-то слишком легко получилось я все-таки планировал что это будет посложнее так давайте перебимся за второе бревно тогда посмотрим что у него у него трещины нету а вот есть тоже есть трещина но она намного тоньше но вот это уже поинтересней здесь топор зашел целиком а бревно не раскалывается давайте забьем сюда клин давайте попробуем все-таки у одного бревна отколоть еще пополам вот так вот Продолжение следует... 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 Рубанок, может быть, я не знаю... Напишите в комментариях, как вы думаете, какие мне нужны инструменты для работы в лесу, чтобы я мог мастерить какие-то вот такие вот... Интересные штуки... Ну, бензопила не в счет, естественно, понятно, если у меня будет возможность куда-то брать бензопилу, я, может быть, и буду ее брать, но... Сюда тащить бензопилу, я думаю, абсолютно не стоит... Можно работать руками, да и вообще намного приятнее, когда я научусь все это делать сам, я думаю, что я буду получать от этого колоссальное удовольствие... А пахнет она как невероятно... А пахнет она как невероятно... Еще нужно будет с этой стороны, наверное, оттесать, чтобы они плотно прилегали друг к другу... Выдержит у меня петли... Интересно, может быть, даже и три, кстати, даст тебе подойдет... Раз, два... Три... Для первого раза я считаю, что очень даже неплохо получилось... Сначала я думал, что мне повезло, что в бревне была трещина и у меня так все просто получилось... Но на самом деле можно же просто искать бревна с трещиной... Такие увесистые, я уж не знаю, теперь у меня... Возможно, петли не выдержат такую тяжелую дверь... Я думал, что они будут потоньше, но... Можно, конечно, обстругать, но неохота... Сейчас вот нужно их обстругать по бокам... Для того, чтобы они плотно друг к другу прижимались... Все выступы убрать... Может быть, это и вес лишнего немного уберет... Мне бы для этой работы вообще рубанок идеально бы... Прям бочины бы срезать... Но буду пользоваться топором, рубанка нет... Почему бы вот учителю на трудах в школе не повезти нас в лес... Не научить пользоваться топором... Отесывать бревна... Понятное дело, кто живет в деревне... Большинству людей, возможно, это передается по наследству... Ну, а в городе люди заняты совсем другими навыками... Но это не значит, что не нужно расширять свой кругозор в других областях... Хотя бы поверхностно, чтобы иметь представление и понимание... Почти все время на трудах в школе... У нас вообще, по-моему, переименовали труды в технологию, когда я учился... И мы целыми днями писали какие-то лекции там... Вообще просто писанина была сплошная... Кроме, наверное, пятого класса... В пятом классе мы что-то помастерили прям чуть-чуть... И все, потом до девятого писали, писали, писали... А почему бы, да, учителю не прийти в лес... Не развести костер... Показать детям, как разводится костер... Сделать самим всем лежанки какие-то... Там, стулья себе сделать... Сделать какие-то поделки... Учиться работать с деревом, с живым... Ну и помимо того, что, конечно, учить детей еще и заниматься ремонтом, например... Потому что девятиклассник, так-то это уже взрослый парень, который должен... Вполне спокойно обеспечивать себя... В плане... Ну, работы вокруг... Розетку поменять там, да, какую-то еще-еще... Конечно, уже 15 лет прошло с тех пор, как я закончил школу... Но... Не знаю... Что-то я в лесу не видел... Детей с учителем труда... Может быть, что-то и поменялось сейчас, кстати... Если у кого-то сейчас есть из моих зрителей... Труды... Напишите, чем вы там занимаетесь вообще... Есть ли какая-то надежда... На то, что... Будут обучать... Такому интересному ремеслу... Получилась практически обрезная доска... Самодельная... Тут брус практически получился... Вот был бы рубанок... Прямо так вот пройтись ровненько... Наверное, это можно сделать и топором... Но... У меня это не получается ровненько... Может быть, не хватает усердства... Проектсяк Субтитры сделал DimaTorzok Соединять буду льном на степлер Собственно, как всегда Сначала сразу, заранее Возьму лен Сверну его аккуратненько И к бочинам пристрелю степлером Кстати, чтобы дверь получилась теплая И из нее никто не выклевывал, не доставал лен Как это происходит с лачугой Я думаю, что вот эти соединения можно еще и закрыть То есть после того, как мы соберем дверь Можно будет щели в ней Закрыть остатками То есть, ну, какими-то вот плоскими Щепочками, которые у меня остались От изготовления этих досок Вот так Ну вот Так абсолютно плотненько все получается Субтитры сделал DimaTorzok Остерегаюсь я гвоздями сколачивать Мне кажется, что может треснуть древесина Поэтому я буду скручивать на саморезах Толщина самореза, двина, то есть Как раз нормальная Субтитры сделал DimaTorzok Может быть, лежа было бы удобнее Хочу так Нет, друзья, все-таки дверь пришлось положить И воспользоваться гвоздями Саморезы вообще не держат такие толстые бревна Но ничего не трескается, все отлично забивается Поэтому Никаких проблем Субтитры сделал DimaTorzok Отпадная дверь Вообще супер Тяжеленная только опять А у меня петли стрелы еще меньше, чем землянки у реки Но она легче, чем та дверь Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, выдержат петли Ну, если они хотя бы сейчас выдержат Посмотрим, можно в следующий раз В следующий раз будет еще третью принести Три-то точно выдержат Ну вот Последний саморез Убираем То, что лежит под дверью Подпорку И пробуем Открыть Выдержат, не выдержат У нее даже дизайн какой-то просматривает Смотрите Белая, черная Белая, черная полоса И тут Полосатая Ну что, если честно Я очень дверью доволен Супер Теперь нужно сделать ручку Хотя, наверное, уже не в этот раз Темнотень За несколько часов Из ничего Просто из валежной Какой-то там Из валежного бревна Которая бы в следующий год уже бы сгнила Мы сделали вот такую вот Антуражную дверь Кастом Понятное дело, что придется ее немного еще Подровнять Кое-где Подтесать возможно Хотя Подтесать навряд ли В общем, когда я буду делать уплотнение Чтоб она прилегала плотно везде Да и сейчас так-то нормально Придвигает Пойдемте чай попьем Погреемся у печки Вот для сравнения Какая тут дверь Просто из Из палок Когда дверь из таких палок Очень тяжело сделать Чтобы не было щелей Здесь, естественно, мы даже не старались Чтобы их не было Это как калитка у нас Предбанник идет Предбанник весь такой у нас С громадными щелями Он нужен вообще только для того Чтобы снега сюда не наметало Хранить инструмент И дрова Но А в саму жилую комнату Чтобы не было щелей Пришлось вот ее брезентом отбить Дверь Она тоже из кругляка такого же Вот она как выглядит Поэтому я с баней решил Поэкспериментировать И сделать Из самодельных досок Мне кажется, так будет Выглядеть лучше Будет теплее Ну, по крайней мере За счет того, что не будет щелей Так, что касается Розыгрыша, друзья Который был Про лучший совет Я пока совет еще выбираю Еще немножко дадим время Потому что очень активно Советы дают Я отдельно опубликую Совет, который мне понравился И который я буду применять В жизни В своей деятельности В своих видео и походах В сообществе Поэтому тоже не пропускайте Там новости, какие я выкладываю Ну Сегодня давайте опять Разыграем кружки У нас получается Термос кружки Термос Теперь опять кружки Пока так Опять давайте разыграем Пять кружек Который отправится Пятью зрителям Чьи комментарии наберут Больше всего лайков Под этим видео На момент выхода Следующего фильма Моего Мы такой розыгрыш Уже проводили Знаете, по поводу того, что Какой Розыгрыш Честный Какой нечестный В плане того, что У кого-то нету Допустим, социальных сетей Когда проводил ВКонтакте Кто-то Недоволен был Когда я выбирал Комментарии Которые мне больше всего понравились Кто-то в прошлый раз Был недоволен Про комментарии, которые наберут Больше всего Лайков Сердечек Я не хочу устраивать Рандомный выбор Именно В Ютубе Потому что Это получается Просто лотерея Хотите сыграть в лотерею Пожалуйста Вон миллион Русская лотой Там подобные Всякие Лотереи Я хочу, чтобы Зрители, которые Выигрывали Они имели Прямое отношение К моему каналу Своим мнением Комментарием И тому подобным Это было бы Наверное Самый лучший вариант Но если вы Конечно Со мной не согласны Пишите свое мнение Я стараюсь читать Все комментарии Извините За многие Я не отвечаю Не потому что Мне нечего сказать Или я не хочу С кем-то разговаривать А потому что Просто мне некогда Я как белка В колесе Сейчас кручусь По этому поводу Но кто хочет Со мной лично пообщаться Может быть там Какие-то вопросы Поздавать или советы Пожалуйста Добро пожаловать В группу мою Вконтакте Походный оптимист Там есть чат В котором можно Общаться между собой Там мы это активно Делаем С постоянными зрителями Ну а если вы хотите Поговорить Так хоть наедине То там же можно Отправить мне Сообщение с этой группы Уже в приват Я еще хотел Сделать сегодня лежак Не знаю Наверное чуть позже Займусь этим Там ничего сложного Собственно У меня даже материал Уже есть Который я на пол Заготавливал Для лежака Ну а сейчас я хочу Вам рассказать Про канал Моего зрителя Автор Моушн дизайнер Из небольшого Уральского города Отучился на курсах Метологии И продолжает Самообучаться Так же он Благотворительно Преподает 3D графику Подросткам Занимается трекингом Это вставка 3D объектов В которых не было В видео Кейнгом Это удаление Зеленого фона И прочей 3D анимацией За такой анимацией Будущее Вот например Можно спроектировать Себе землянку Посмотреть Чего да как Будет Не выходя из дома В общем Переходите на канал Посмотрите Если понравится Подписывайтесь Ссылка на канал Будет в описании Ну а мне пора С вами прощаться Но я отсюда не ухожу Я остаюсь сегодня С ночевой И ночевать я сегодня Буду В бане Я сделаю про это ролик Поэтому Не пропустите Мои новые видео На улице Минус 16 Я думаю Что температура Опустится еще ниже А я буду испытывать На герметичность В плане Тепло Теплоудержания Баньку Я думаю Что эти испытания Хоть и не банные Пока еще Но все равно Они очень важные То есть я проведу там ночь И посмотрю Как там вообще держится Тепло не держится Насколько там вообще Будет удобно находиться Все это я запечатлю Для вас на видео Поэтому Подписывайтесь на мой канал Если еще не подписаны Ставьте колокольчик Чтобы не пропустить Новые выпуски Большое спасибо Что составили мне компанию Пока